Здравствуйте! На государственном телеканале Западная Армения очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Президент Армен Акабрамян посетил офис фонда изучения армянской архитектуры в Армении. Послание Гильермо Караманяна, консула Западной Армении в Аргентине. Азербайджан стирает армянский следствий Церкви Газанчатсотс Шуши. Прощение и безнаказанность – причина безрассудного поведения Азербайджана. Возобновление переговоров по арсавскому конфликту является приоритетной задачей сопредседателей – посол Франции в Республике Армения. Президент Кипра посчитал предложенный Турцией вариант невероятным. Римские тюймы были обнаружены в результате незаконных раскопок в Урфе в Республике Западная Армения. Касса Декристалла представляет реставрацию фресок Дады Иванка. 3 мая 2021 года президент Республики Западной Армении Арменак Абрамян встретился в офисе Фонда изучения армянской архитектуры с их сотрудниками. Целью встречи было ознакомление сотрудников офиса с иском против Азербайджана, поданным президентом Республики Западной Армении Арменаком Абрамяном в Европейский суд в 2005-2008 годах, об уничтожении более тысячи хашкаров в Джуге. Сотрудники фонда обратились к президенту Республики Западная Армения с просьбой представить ходатайство по вновь открывшимся фактам по поводу отдельных памятников. Господин Абрамян согласился заняться этим делом для подачи новых заявлений в Европейский суд от имени Республики Западная Армения. В ходе встречи были обсуждены и другие вопросы – Северский договор, Киликийский и Лозанский договора. Послание Гильермо Караманяна, консула Западной Армении в Аргентине Армяне всего мира, родиной которых является прежде всего Аргентина и Урогвай, составляют большинство аудиторий, которые услышали это послание. Республика Западная Армения помнит геноцид, совершенный тремя сменяющими друг друга турецкими правительствами против нашего коренного и тысячелетнего армянского народа в период с 1894 по 1923 года. Этими тремя геноцидными турецкими правительствами были правительство Османской империи, правительство Млада Туркова и правительство Мустафы Кемаля Ататюрка. Все мы, армяне, знали об этой трагедии, потому что она была передана нам без посредников – нашими родителями или дедушками и бабушками, которые сами пережили её. Нам не нужно ходить в школу, чтобы узнать об этом ужасе. Наши старшие со слезами на глазах рассказывали нам, что их отцы, матери, братья, сёстры, дяди, тёти, бабушки и дедушки в том числе страдали. Мы сами не были прямыми жертвами этого геноцида. Сто лет для нас – это жизнь, но для истории человечества – это лишь секунда. Полная версия речи доступна на официальном сайте государственного телеканала Западной Армении. Заместитель директора фонда изучения армянской архитектуры Рафик Ортошан рассказал по телевидению Западной Армении о исчезающем наследии Арцаха. Он также упомянул шаги, предпринятые для сохранения культурного наследия Арцаха на оккупированных Азербайджаном территориях, в частности строительство церкви Святого Казанчатсот Шуши, целью которого является устранение армянского следа в Арцахе. Он рассказал об используемых в Азербайджане информационно-пропагандистских механизмах, которые постоянно распространяют дезинформацию, особенно в тех кругах, которые играют решающую роль в решении важных вопросов. С полной версией интервью можете познакомиться на нашем сайте или на нашем ютуб-канале. Защитник прав человека Республики Арцах Гегам Степанян в своем сообщении в Фейсбук упомянул о строительных работах, проводимых Азербайджаном в церкви Святого Казанчатсот Шуши. Ниже приведены выдержки из поста омбудсмена Арцаха в Фейсбук. Азербайджан не может восстановить культурную целостность нации, против которой он годами сеет ненависть на государственном уровне. Под видом так называемых ремонтных работ азербайджанцы искажают одну из важнейших культурных ценностей Армении – церковь Газанчатсот Сурба Менапркич Шуши. В течение многих лет Азербайджан проводил государственную политику албанизации армянской христианской культуры в Арцахе или приписывание ее другим народам. Если Азербайджан действительно заботится о сохранении культурных ценностей и ремонтирует их, то возникает большой вопрос – по какой причине он не разрешил независимой экспертной группе ЮНЕСКО посетить регион? «Мы ежедневно поднимаем вопрос о вандализме Азербайджана против армянской культуры, информируя соответствующие международные организации о происходящем. Однако дальше критики и звонков вопрос не идет», – написал Степанян. Президенты Франции и России договорились возобновить усилия в рамках Минской группы по достижению прочного урегулирования ситуации вокруг Арцахского конфликта. Об этом заявил чрезвычайный полномочный посол Франции в Армении Джонатан Лакот в ответ на запрос Армен Пресс. В понедельник, 26 апреля, состоялся телефонный разговор президента республики с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Что касается ситуации на Кавказе, президент Макрон подчеркнул необходимость достижения конкретного прогресса в вопросах военно-пленных, гуманитарной помощи и защиты культурного наследия. «Два президента договорились возобновить усилия в рамках Минской группы для достижения прочного урегулирования ситуации», – сказал Лакот. Посол подчеркнул, что возобновление переговоров по мирному урегулированию Арцахского конфликта является приоритетной задачей 100 председателей. Отвечая на вопрос, какие шаги предпринимают сопредседатели Минской группы ОБСЕ для окончательного возвращения армянских военно-пленных из Азербайджана, он сказал, что в недавнем заявлении сопредседателей содержится призыв к их возвращению. Лакот также сослался на так называемый Парк Победы, открытый в Баку, напомнив свое заявление о том, что война не является предметом театральной пьесы. Президент Кипра Никас Анастасиадис упомянул переговоры по Кипру, которые прошли на прошлой неделе в ООН под эгидой ООН в Великобритании, Турции и Греции. По словам Анастасиадиса, переговоры закончились провалом из-за решения, предложенного Турцией и турецкой частью Кипра, согласно которому они хотят решить вопрос путем создания на острове двух отдельных государств. По мнению президента Кипра, этот вариант является явным нарушением международного права. Не может быть ни малейшей возможности его применения. Мы снова стали свидетелями разрушительности Турции и дерзости мечтателей о новой Османской империи. На неформальном саммите в Женеве Турция и лидеры турок-киприотов упустили еще одну историческую возможность из-за своей риторики. Желание Турции – это не только нарушение международного права, но и вызов киприотам-грекам, сказал он. Незаконные раскопки были раскрыты в ходе операции, проведенной полицией в районе Веранхешир, провинции Урфа, республики Западная Армения. Следуя по стопам искателей сокровищ, полиция обнаружила тюрьму с множеством камер, построенных во времена Римской империи. Во время операции также были обнаружены старинные мечи, серебряные кресты и другие древние предметы. Выявленная в результате исследования структура состоит из очень маленьких комнат и занимает площадь 400 квадратных метров. 12 мая в 20.30 по итальянскому времени отчет о реставрации фресок до Диванка, организованной Ассоциацией Касса де Кристалу, основанной и возглавляемой Антонией Арслан, будет транслироваться в режиме онлайн. Ведущая – Антонией Арслан. Деятеля искусства – Ара Зариан и реставратор фрески Кристин Ламурия. Язык итальянский. Для регистрации и участия пишите на следующий электронный адрес. Info.sobaka.italia.armenia.it Далее для вас Александр Руцюнян. Дырто. Субтитры создавал DimaTorzok Версия видео доступна на официальном сайте государственного телеканала Западно-Армении. А на сегодня всё. Желаем вам всего хорошего.